В Старом Осколе открыли высшую школу медицины имени Василия Семеновича Абельдяева, советского и российского врача-терапевта, заслуженного врача РСФСР. Это знаковое событие для системы здравоохранения региона. Поступить сюда могут абитуриенты не только из Старого Оскола, но и других городов. На официальном открытии для них организовали мастер-классы по оказанию медицинской помощи для максимального погружения в будни работников здравоохранения. Многие ребята уже определились с выбором профессии. НИУ БелГУ я выбрал, потому что мне очень нравится наш город и обучаться здесь намного легче и проще, больше возможностей. Для тех людей, которые поступают только, для них делают все, чтобы они поступили в медицину, чтобы у нас были врачи в нашей области. Это, я думаю, похвально. Высшие школы медицины открыли в рамках трехстороннего соглашения между НИУ БелГУ, Министерством здравоохранения и Министерством образования Белгородской области. Мы все очень хотим, чтобы старый оскол жил, развивался. Без современной высокоэффективной медицины сделать это невозможно. Поэтому еще раз хотел вас поздравить с большим событием и надеюсь в свое встретство уже, когда вы закончите, придете к нам в нашей больнице, в поликлинике и будете дарить здоровье нашим жителям. Вам, ребята, желаю получить практикоориентированные знания с учетом возможности раннего трудоустройства в нашей медицинской школе и внести свой вклад в развитие здравоохранения Белгородской области, как это делал фронтовик, врач, почетный гражданин старого оскола Василий Семенович Абельдяев. Для почетных гостей и, конечно, для абитуриентов организовали экскурсию и познакомились с материально-технической базой. Кроме стандартных образовательных пространств, созданы тематические аудитории по изучению фундаментальной медицины. Это анатомо-физиологические и биолого-химические классы. Перед вами разложенные картинки, на которых представлены грамотрицательные и грамот положительные бактерии. Студенты будут осваивать будущую профессию, в том числе с использованием технологии виртуальной реальности. Занятия планируется проводить как на базе окружной больницы святителя Луки Крымского, так и на площадках Старооскольского филиала НИУ БелГУ и Старооскольского медицинского училища. «Очень все впечатляет. Я даже не ожидала, что так все будет модернизировано, так все очень похоже и правда на институт. Я хотела поступать в Питер. Увидела сейчас все это, и я начинаю думать, что, возможно, я оттуда стану в своем родном городе». С первого курса за каждым студентом закрепят опытного наставника для адаптации обучающихся и максимального включения в практико-ориентированное образование. «Мы будем расписывать каждому нашему студенту, который поступит к нам учиться, практико-ориентированную траекторию движения. То есть первые курсы – это уход за больным, следующие курсы – это медицинское и сестринское дело, а далее уже 4-й, 5-й, 6-й курс, чтобы дети уже понимали, что им ближе – хирургия, терапия, гинекология». Родителям абитуриентов рассказали об условиях приема. Подать документы можно лично или в дистанционном формате. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте приемной комиссии НИУ Белгу. Прием документов начнется уже с 1 июня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова